Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Партнер программы «Новости» – клуб танцевального спорта «Лунапарк». Эфир канал РЕН-ТВ продолжает новости Анапа «Регион». В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Букеты из амброзии каждому руководителю за неисполнение обязанностей. Мэр Анапы Сергей Сергеев предложил провести конкурс на худший участок. Из Анапы выдворили рок-группу, надругавшуюся над российским флагом. Американцев проводили яйцами и помидорами. Новые окна – взгляд на новую жизнь. Об этих и других событиях расскажем прямо сейчас. На пятом рок-фестивале «Кубана-2013» в станице Благовещенской отменили выступление группы «Бладхаунгэнг». Причина скандального отказа хедлайнерам рок-фестиваля – непристойные действия бас-гитариста коллектива Джареда Хасселхофа и осквернение российского флага на концерте в Одессе за два дня до выступления в Анапе. Думаю, все уже в курсе выходки «Бладхаунгэнг» на выступление в Украине. Считаю, им не место на кубанской земле. Написал губернатор Краснодарского края Александр Ткачев в своем микроблоге в Твиттере. Он также потребовал от группы публичных извинений за этот гадкий поступок. Решение губернатора Кубани Александра Ткачева поддерживают все россияне. Молодежь – основная часть зрителей на рок-фестивалях и аудитория «Бладхаунгэнг» категорически против такого отношения к государственному символу России и против участников американской рок-бенд. Американцев, летавших из аэропорта Анапа, напоследок молодежные активисты забросали помидорами и яйцами. Инициативная группа молодежи поддержала общее мнение и настроение кубанцев и россиян за выдворение американцев из России. Вместо выступления на сцене Кубана и американцы выступили на пресс-конференции. Организатор рок-фестиваля принес публичные извинения за действия Джареда Хеннигана и отменил выступление рок-группы «Бладхаунгэнг». Ранее, 2 августа, Джаред Хенниган публично принес официальные извинения за свой поступок. И к другим темам. Мэр Анапы Сергей Сергеев поблагодарил силовиков за организацию порядка на фестивале Кубана. Сохранить спокойную обстановку в странице, где одновременно на фестивале отдыхают более 30 тысяч человек, непросто. И отметил, что на следующей неделе в Анапе пройдет конкурс на лучшее благоустройство закрепленной территории. Худших сотрудников администрации мэр пообещал наградить лично букетом из амброзии, чтобы раз и навсегда вылечить от аллергии на работу. О чем еще говорили на планерном совещании, расскажем прямо сейчас. Охране общественного порядка и контролю за миграционными процессами особое внимание. За неделю в миграционной службе зарегистрировали 607 иностранцев, 400 вновь прибывших. Специалисты службы по жалобе анапчан выехали в рейд, проверили документы у работников на стройке по адресу улица Ленина, 154 документы в порядке. Три гражданина Узбекистана выдворят за нарушение российского законодательства. Специалисты межведомственной комиссии выявили нарушителей среди торговцев на рынках. Продавцы занимались предпринимательством без оформленного разрешения. Предварительная информация о выдаче патентов для иностранных рабочих на Кубани в Анапе приостановят. В системе оформления земельных участков тоже будут изменения. По распоряжению первого вице-мэра Анапы Светланы Яровой на принятие решения техническим советом по каждому участку должно уходить не более трех месяцев. С сегодняшнего дня расширены и полномочия первого замглавы Яровой. За ней закреплен контроль над строительством. Вопросы строительства газа, энергоснабжения, то есть коммуникации, также остаются в бледене Алексея Васильевича. Меня не устраивает работа управления капитального строительства нашего муниципального учреждения по строительству и ремонту объектов социально-культурного разрешения. Когда я поднимаю у проводителя и спрашиваю, сколько детских садов у нас находится сегодня в ремонте, он не может мне ответить. Это говорит о том, что человек, мягко говоря, не на месте. На этой неделе специалисты транспортного управления проведут профилактику правонарушений среди таксистов на рынках Анапы, также пройдут проверки торговцев, обяжут придерживаться законов и работать честно, по документам. Сам же центральный рынок должен быть в муниципальной собственности, так считает глава города Сергей Сергеев, а поэтому уже на этой неделе юристы администрации начнут работу в судах, чтобы вернуть центральный рынок в муниципальную собственность. Где заявление, в случае главы, по возвращению назад в муниципальную собственность его? До четверга, включительно, сегодня моя вера, заявление должно уйти в суд. Давайте восстанавливать саду. И людям рассказывают, там, где он уже восстанавливает. Масштабная работа предстоит работникам сельского хозяйства. Начинается уборка главного урожайного достояния Анапы – винограда. На этой неделе сформируют рабочие группы и приступят к работе. Мэр Анапы отметил активность аграриев и напомнил, с такой же высокой эффективностью давно пора приступить к уничтожению амброзии. До 15 августа не должно остаться ни одного куста. До 15 числа готовим поздравления в двух номинациях. Город и сельский господин. Значит, первое место – 9 кустов амброзии в букете. Второе – 6. И третье – 3 кустов в букете. И для города, то есть оттуда, и для руководителей управления и отдела. По этим же номинациям. Но это касается главы по сельскому, тех, кого мы познаем, соответственно, дисциплинарное обеспечение за невыполнение распространения. За каждым руководителем городских управлений закреплена территория. Сергей Сергеев напомнил еще раз проверить санитарное состояние этих участков. Проверки пройдут на объектах мелкорозничной торговли и в системе придорожного сервиса. На постоянном контроле пляжа Анапы. Задача хозяевам всех баз отдыха в станице Благовещенской до 8 августа – привести здание и прилегающие территории в порядок. Наталья Пухальская, Александр Кореневский, Анапа. Регион. Мы узнали еще об одном событии. Подробности смотрите прямо сейчас. На территории муниципального образования в период 2006-2012 года было признано аварийных 6 многоквартирных жилых домов. Осуществлено переселение из Ленина 15, Крымская 68, Октябрьская 49, это в поселке Джигинка. Часть 5 квартир, Горькова 27. В настоящее время остаются на территории муниципального образования 2 многоквартирных жилых дома. Это Кирова 88 и Горькова 27, поселок Витязева, 5 квартир. До конца года 2 дома будут переселены в новое жилье. Больше у нас домов признанных аварийных на территории муниципального образования нет. Вообще, что касается этой программы, это капитальный ремонт многоквартирного жилого фонда и переселение. Всего из Краснодарского края 5 муниципальных образований, которые попали в эту программу. В этом году было как никогда жесточайшее условие участия в этом фонде, но мы попали. Программа успешно реализуется. Нарекания и жалоб от тех людей, которые вселились. Сейчас в данный момент отсутствует. 28 июля в эфире телеканала «АНАПА-регион» прошла информация об очередном краевом селекторном совещании. Отчитывались главы районов и муниципальных образований Кубани. В одном из отчетов указали, в станице Кущевская на работу военкомат приняли иностранцев. С нами связался старший помощник начальника отдела по правовой работе и рассказал, как на самом деле организована работа с иностранными гражданами в Кущевской. По данному вопросу поясняю, что на улице Советской, возле территории отдела военного комиссариата Краснодарского края по Кущевскому району, действительно велись работы сторонней организации. По прокладке инженеров коммуникаций, а именно канализации, к строящимся здания по улице Бориса Москвича строятся два новых здания. В числе рабочих этой организации были выявлены иностранные граждане, выходцы из Узбекистана. Данным опросом о нанимателе иностранных рабочих сейчас занимаются сотрудники отделения УХМС России Краснодарского края в Кущевском районе. То есть проводится административное расследование и выясняется, кто был работодателем. Семь граждан этих выдворены за пределы Российской Федерации. Каких-либо работ в отделе военного комиссариата по Кущевскому району не проводились вообще. В штате военного комиссариата Краснодарского края иностранных граждан не имелось и не имеется. Начальник отдела не является работодателем и не имеет права нанимать, либо увольнять работников военного комиссариата. Более 30 лет в пожарной службе и личный праздник день рождения отмечает «Женщина-огонь» у начальника Центра противопожарной безопасности Людмила Бурнайкина юбилей. Наша съемочная группа побывала на торжественной церемонии поздравления. Свою пожарную биографию Людмила Бурнайкина начала в должности коменданта, продолжила инспектором Госпожнадзора. А через некоторое время Людмиле Ивановне предложили должность начальника детской пожарно-технической выставки, на базе которой 11 лет назад она организовала конкурс «Огонь – опасная игра» для детей дошкольных образовательных учреждений. К 30-летию своей трудовой деятельности Людмила Бурнайкина награждена медалью за пропаганду спасательного дела. Людмилу Ивановну хорошо знают в городе как профсоюзного деятеля, председателя Совета ветеранов противопожарной службы Анапского гарнизона, активного гражданина, влюбленного в родной город и просто душевного отзывчивого человека. По жизни мне такой, как говорится, девиз – никому не завидовать. И дарить людям теплоту, заботу, доброту. И они мне отвечают тем же. У меня сегодня с 7 часов утра звонит телефон, люди меня поздравляют. Поэтому я считаю, ту работу, которую я делала, она людям необходима. Людмила Ивановна награждена медалью за выдающийся вклад в развитие города-курорта Анапы, орденом «Польза, честь, слава», знаком почета, медалями МЧС. Сегодня она принимает поздравления от родных и близких, друзей и коллег, администрации города-курорта. От главы передали нам поздравления. Это лично от главы. Вот он вам пишет. Уважаемая Людмила Ивановна, все души поздравляю вас с днём рождения. Примите славу, благодарю за ответственный добросовестный труд на благо Анапы. Для жителей и гостей высокий профессионализм, личный вклад в развитие нашего города-курорта. Лариса Басова, Артём Зиборов, Анапа-регион. Федеральная сеть оконных компаний «Экопласт» проводит августовскую акцию. В офисе продаж компании можно заказать окна и получить мощную сплит-систему в подарок. Осень не за горами. И о комфорте в доме выгодно позаботиться уже сегодня. Хорошее качественное окно не просто рама со стеклом в проеме. Настоящее окно – многофункциональный механизм защиты от сквозняка, холода и жары. А еще – часть интерьера. Правильные окна – энергосберегающие из качественных материалов. Представлены в компании «Экопласт». Мы предлагаем окна на самый широкий круг потребителей в ассортименте, как экономичные варианты, так и окна из элитных немецких профилей. Например, окно 70-й серии. Производится только в Германии. Имеет три воздушные камеры. Монтажная глубина – 71 мм. Фурнитура МАКа с функцией микропроветривания, функцией защиты от ошибочного открытия и защиты от провисания створки окна. В августе покупатели компании «Экопласт» ждут подарки. Заказываете окно – в подарок получаете мощную сплит-систему. Специально для клиентов «Экопласт» в Анапе закупили более 300 климат-систем. В августе можно забрать свою, оформив заказ на окна компании «Экопласт». О других предложениях и подарках от компании «Экопласт» узнаете и в офисах продаж. Мы любим своих клиентов и считаем важным благодарить вас за то, что выбрали именно нашу фирменную сеть. Осень и зима не за горами. Позаботиться о теплее и комфорте выгодно уже сегодня. Подробности акций в офисе на улице Лермонтова, 116 В. На сегодня это все новости. В завершении выпуска прогноз погоды на завтра. Прогноз выходит при поддержке наших партнеров. Салоны магазина изделий из камней самоцветов «Тайны Медной горы» и торговый центр «Алиса». Всегда удачный шоппинг в центре города. У каждого из нас свои желания. Кто-то любит шоппинг. Кто-то не любит шоппинг. Кто-то любит играть. А кто-то любит себя. Торговый центр «Алиса» Исполняет ваши желания. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят, как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин «Тайны Медной горы» приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин «Тайны Медной горы» подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Салон-магазин «Тайны Медной горы» Температура морской воды в Анапской бухте плюс 24. Далее блок «Полезные информации» от партнеров программы производственного предприятия «Меркурий-2» и клуба танцевального спорта «Луна Парк». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – 4 квартал 2013 года. Телефоны 48-333 и 48-300. Они стали легендой. Девятикратные чемпионы мира. Клуб танцевального спорта «Луна Парк». Стань одним из нас. Стань чемпионом. Стань чемпионы мира. Стань, чтоbreя. Стань микроскопов��. Стань, чтободриками. Стань.